здравствуйте вы смотрите литературную дуэль с вами алексей марков сегодня поговорим о литературных конкурсах и курсах писательского мастерства в чем их польза действительно инстаграм и другие социальные сети пестрят объявлениями о курсах писательского мастерства я честно скажу я сам даже думал записаться а мой друг таки пошел и закончил откуда такая востребованность зачем столько писателей зачем людям идти и учиться писать что-то помогают ли конкурсы выявлять природные дарования если польза от коучинга а что если только классическое образование может помочь освоить азы литературного мастерства и стать человеку профессиональным автором а что если не может разберемся вместе с сегодняшними дуэлянтами поэтом и главным редактор международного конкурса лето господне доцентом литературного института имени горького сергеем арутюновым здравствуйте сергей здравствуйте и поэтом прозаиком и арт-терапевтом надей делалант надя здравствуйте первый вопрос вообще не про это сергей получается поэт она идет уже поэт или поэтесса вот вам как или вам совершенно не важно важно ли мне профессия надя до важно тогда моя сестра в духе в слоге конечно важно если бы надя была прозаиком я бы с местами с некоторых холодный такой отстраненностью бы смотрел не она теперь прозаик уже я тоже ну поэтому никакой отстраненности нет отлично да вы спокойно относитесь к слову поэт или поэт я я стараюсь относиться совершенно спокойно хотя конечно где-то вот к таким новым феминитивом у меня есть свое отношение мне кажется что у нас есть старые феминитивы и новые поэтесса довольно старый феминитив да там вот поэтка авторка как бы и так далее немножко не необычно и мне кажется что все таки вот все эти аффиксы женского рода они привносят какие-то дополнительные обертоны смысла да вот не знаю может быть есть какая-то пренебрежительность да вот в этом считывается да уменьшительная ласкательность мы не можем от этого абстрагироваться но я не против окей хорошо тогда вопрос простой что может повлиять на становление настоящего автора ну проще вопроса не придумаешь беда моя версия так беда которая нанесла личности в подростковом ли возрасте или в глубоком детстве вот такую травму которая может быть зашита только суровой нитью слога или я не знаю что говорить по поводу живописи там музыки но то что суровая нитка слога лирической поэзии элегии зашивая душевные раны надя знает как арт-терапевт прекрасно я это знаю как действующий преподаватель литературного института постепенно с годами вот это рано сшивается и приобретает вид ну изумительный какой-то прекрасной розы вместо отвратительного рубца душевном теле мы видим прекрасную розу потому что это огромное количество стежков именно вот этой суровой нитки слога она потом становится алой непременно или это условие или можно без травм можно без травм ну то есть сергей совершенно до интересной стороны зашел я конечно не могу вот не упомянуть о том что действительно я постоянно сталкиваюсь с тем что искусство в целом да и поэзия в частности обладают огромным терапевтическим потенциалом вот и когда я читаю лекции до чем-то ко мне часто просто потом подходят люди рассказывают о том что вот их спасло то что они начали там писать стихи читать стихи что-то с ними такое происходило и я вот несколько лет проработала психиатрической клинике я просто видела до до какой степени это эффективно и писать и и читать да и слушать вот но мне кажется что в общем талант он может быть не связан с травмой и травма тоже может как-то иначе но человек с ней может иначе обойтись не не все начинают что-то писать да и не все начинают обращаться к искусству кто-то ну какими-то другими средствами справляется но я вообще считаю что на становление автора до писателя может повлиять вообще все да все что с ним происходит может ему помочь это сделать да может помешать вот учителя профессиональные профессиональные писатели или профессиональные поэты это обязательное условие это раскрытие этого цвет бутона или человек может без наставника сам проложить эту дорожку каким-то образом я считаю что конечно очень важно быть самоучкой да вот в том смысле что важно самому очень хотеть во всем разобраться да побольше узнать во все вникнуть потому что научить человека ничему нельзя да можно может только научиться без вот этого встречного внутреннего движения все усилия со стороны они будут совершенно бесполезны но конечно научиться встретить хорошего учителя да это огромное счастье даже не хорошего потому что ну вот может быть очень хороший учитель но он может тебя увидеть как-то не так или направить куда-то не туда вот подходящего мы все очень разные и в общем для одного я недавно была на интервью в заряде у дмитрия кравченко и вот мы с ним тоже об этом говорили он сказал что ему очень помогло то что его в общем как-то прессовал его учитель и и вот у него такой спортивный характер он преодолевал что сдавал давление да и вот он как бы назло вопреки вот так вот рос да но я знаю очень много людей которые наоборот из-за того что вот они такие как водяников любит говорить о котором мы с вами уже вспоминали за за кадром нежные нежные цветочки в общем для поэтов это наверное часть профпригодности да быть чувствительным и ранимым они просто переставали писать вот я знаю что серёжа замечательно в этом смысле преподаватель я знаю тех людей которые у него учились и не безумно любят именно потому что он в каждом человеке вот видит что-то такое да вот как говорят любить это видеть нас такими какими на задумал бог да там и не осуществили родители вот серёжа он видит это и любит человека он просто вот расцветает почему вы их учите вот у нас знаете в театральных институтах я учился в двух и вот в одном преподают уже 10 лет часто встречают молодых людей которые приходят учиться на актера фразой научить этому невозможно а научиться типа можно я все время никак не мог понять в чем дело но у меня есть ответ вот чему вы их учите вы же не можете их научить таланту мастерству искусству или или можете в моей практике были случаи когда человек приходил с просто какой-то ерундой он он набрал нужные баллы он набрал даже какие-то условно положительные оценки при приеме и его сунули ко мне в семинар просто как чушку я не могу там сказать что вот этот студент мне нравится мне этот не нравится там и так далее у меня просто это раньше было в лет институте да когда люди зная фамилии и имена и вообще даже телефоны абитуриентов потом звонили поздравляю вы приняты ко мне в семинар я вас отобрал или отобрала это так было теперь все анонимное зашифровано то есть когда ты получаешь сина ты получаешь в готовом виде и когда начинается учеба я начинаю разбирать подборки это текст и до которые они создают это текст и на семинаре в течение двух там двух с половиной трех часов происходит копание вот ну в считанных строчках допустим там ну ну их допустим там 120 или 140 выставляется как и на факультете вокального мастерства голос то есть говорится что вот в этой строке вы конечно допустили недопустимое так нельзя вот здесь у вас лговой стык идет там с d на t допустим да то есть близко стоят эти вещи вот здесь вы заигрались со звуком так что знаете просто читать невозможно какой-то патока просто происходит ну нельзя тогда так серебряном веке как не делали безвкусно а вот здесь пожалуйста вот сделайте так чтобы у вас какая-нибудь ну минимально приличный рифм было но нельзя тогда 2 2 1 маргарда да слушайте но это уже просто ну это неприлично сделайте что-нибудь с этим и так далее и так далее вот а что касается тому что чему я могу научить ну вот январь показывают 2021 года показал мне что ничему потому что когда половина моих студентов отправилась поддерживать алексея как я не знаю там по имени навального я очень резко сказал одному студенту что вы знаете вам придется выбрать между поэзией и революции потому что вы знаете это очень такой жесткий выбор вам покажется но либо вы будете гулять за пациента либо вы будете учиться и вслед за ним еще девять человек подали значит заявление о том что я старая реакционная полицейская мерзость с которой они больше не могут иметь дело по эстетическим соображениям я тяжелейшим образом их оскорбил и их перевели к семинар к мастеру который еще более реакционен и страшен который пишет сети о берлинском пациенте такие вещи которых просто нельзя вынести то есть ну вот пришлось сделать вот такую вещь теперь я не знаю несчастны ли они счастливы ли но какая-то перемена в их создании произошла то есть во первых первое что должен сделать ученик отделяясь от своих родителей там на своего мастера это его предать это сделать можно талантливо можно сделать так как сделали они поэтому вот понимаете вот как это еще один вопрос на вернее ответ на вопрос что может повлиять на становление настоящего автора нужно ли предательство мастера и родителей обязательно нужно обязательно если не предаешь своего мастера ты просто ничто я можно я вот мы же в режиме как бы такого должны какого-то вы расскажете кого вы предали как вот как хорошо что да у меня не было мастера мне не нужно было никого продавать но в этом есть своя логика потому что я знаю что такое получается немножко до индустриальный подход к этому да из до индустриальных обществ когда в племени молекулан до мальчик может это вообще для мальчика да вот я должна была кричат поймем да и мальчик с там лет пяти ему дарили маленькую свинюшку и он и воспитывал воспитывал воспитывала там доращивал до своих 12-13 лет а потом должен был ее зарезать вот это символизировало разрыв с матерью да вот видимо предательство мастер это что-то вот вроде такого какого-то разрыва да чтобы не зависеть от вот каких-то важных для тебя вещей то есть я логику понимаю но для себя бы я смысла в этом не видела да то есть вот мне кажется что человек может ну как-то иначе вообще с миром обходиться да не обязательно давайте про курсы поговорим давайте вот эти литературные курсы которых много и вот при элит институте в высшей школе экономики множество других курсов писателей они вообще для чего как почему они вдруг появились и в таком большом количестве или они были и мы не замечали мне кажется что вообще это очень здорово и хорошая на мой взгляд это хорошо да писать много ну и много курсов литературных вот это уже наверное да тут спрос порождает предложение то есть очень много людей захотели как ну вот высказать высказаться да причем захотели вы сделать мне очень везет да ко мне приходят люди уже сложившиеся в какой-то области да и они очень осознанно хотят писать и хотят делать это хорошо они хотят этому учиться но они хотят этому учиться они открыты да и с ними очень интересно ну почти у всех я не знаю я пока нет нет везет действительно да вот я у каждого вижу таланта вот кто-то прекрасно описывает какие-то ситуации своей жизни у меня вот студентка она еще из серебряного университета да вот она сейчас ко мне пришла на курсы вот мария чистопольская на вот книгу издала недавно прозы она замечательная пишет просто вот великолепно мне кажется ощущение что это такие ну развлекал очки для графоманов нет что курсы да потому что одно дело хотя тоже я не знаю четыре года ты учишься в институте да вот там 10 тысяч часов для того чтобы получить профессию навык какой-то другое дело курс когда ты ну что-то месяц да месяц чем ты занимаешься но это может запустить я во первых не знаю что вы имеете ввиду когда говорите графоман да то есть что который много и плохо пишет да вот да наверное да много и плохо пишет но я думаю что часто приходят люди которые пишут может быть даже не очень много но хотят да есть которые пишут да но они понимают что у них может быть что-то не получается поэтому они уже как бы тогда не попадают мне кажется что если вот как-то выбираете к образу на литературный курс не как тут тоже платил до просто приходят те люди которые сочли вот для себя интересным именно мой курс он отличается может быть в чем-то от других да а вы бывают такие которым вы говорите машенька нет пока не было не было такого нет какой у вас опыт вы участвовали конец в литературных курсах вели их ну я веду семинар да но это же в рамках института он длинная а когда вот например тебя вызывают куда-нибудь в нашу доблестную провинцию так и говорят сергей мы очень хотим чтобы у нас провели семинар у меня был опыт и не в одном городе я например полетел свой родной красноярс там году в тринадцатом наверно под новый год и вот там собрались люди в краевой библиотеке она огромная там был то какой-то старый зал скрипучие полы и вот мы там сидели с моим другом максимом лаврентьевом тоже москвичом таким утонченным эстетом вот такие прекрасные пальцы с им перламутровыми ногтями и мы вот так вот сидели с ним я более брутален он менее вот и нам клали на стол или при нас читали вот эти рукописи и беля дорогой мой там напротив сделать буквально вот таежный охотник который вот приехал из тайги там два дня он сидел в штормовке такой же свитер такой-то такой вот вещь и лыжи его это прислоненных с ней там оттаивали и он смотрел что скажут эти московские господа и вот московские гости там пели ему что-то такое ясно ясно так вы считаете нет вот это стола к понимаете вы это у вас это самое то есть то есть то есть это вычеркнуть и нет не обязательно дорогуша нужно вычеркивать что такое вычеркивать не надо вы исправьте тут немножечко вот так вот немножечко под подумай что-то поменьше и значит человек был да кто эти люди кто я вообще их не знаю чу не приехали вообще на деньги кровавого бюджета мне я тут пришел я три дня шел по тайге чтобы услышать их слова истины господней дать чтобы палец такой знаете как на средневековый гравер потянулся ко мне что-то здесь что не сипятят вообще потом в кулуарах уже это самое то он достает эту четверть да там спирта говорит вот гад принес подарок может быть я говорю слушайте но мы уже там где-то дорога путь это ну по-русски можете сказать игры слушайте по-русски будет так на стихи у вас дрянь вот но как говорится для местной газеты нормально короче вот шестнадцатая полоса наш юмор там или как это поэтической гостиной сути короче не глядя не возьмут я говорю но я верну что в столицу попасть такими это нужно просто твердокаменный иметь этот лоб там или какие-нибудь я не знаю знаково вроде меня вот может быть протолкнем куда-то вы чего хотите от жизни будет да мне это просто поется ну поется так и пойте вопрос про конкурсы литературные они вообще зачем нужны для чего какая от них польза это правильно назначать кого-то с помощью конкурса нам выигранного конкурса от жюри профессионального хорошим писателям или плохим писателем или все-таки пусть лучше зрители это ой читатели это делает я думаю что есть и пользы и вред как давайте сначала про пользу какая польза польза это во первых человек как-то и сам себя показывает да он себя видит со стороны в этом контексте в который он себя помещает да это в этом много пользы считаю потому что хорошо себя посравнивать с другими хорошо познакомиться да это это какая-то тусовка да я не знаю какой-то конкурс да но если он там виртуальные может быть он не виртуальный сказка это встречи да это знакомство это люди это ну какая-то среда литературная то есть чек если он до этого не имел доступа в литературную среду он туда попадает вот я считаю что это в общем может быть и каким-то трамплином для кого-то да если он выиграл конкурс и может стать получить какой-то доступ к чему-то еще до для него вот важному как ну как пишем мы знаем такие примеры ну наверное наверное знаем да ну бывало что просто вот человек который долго работал там когда при советском совета говоря писал в стол до стол он писал а у тебя есть стол то вообще у тебя только тумбочка прикроватная ну писал в стол допустим и вот он выходит на какой-то конкурс посылает и все горит сушки но это это просто поразительно это какой-то новый твардовский вообще родился и начинает с ним носиться как вот с этим самым вкладываются какие-то определенные средства силы в этого человека и он года два наверное до своей второй книги он располагает ну полный вообще карт-бланшем если начать проект этого 95 процентов он не срабатывает то есть издатели и вот эти впрягшиеся в эту телегу не получают своего дохода соответственно это человек пропадает навсегда потому что со второй книги становится ясно что дурак он набитый ничего не понимает стилистика у него из рук вон никто его нормально не отредактировал ну и все его хоронят в общем тихо без венков там надгробных речей человек просто уходит небытие вот это нормальная конкурсная процедура нет это бывает если плохо выбрали например или если на человека плохо повлияло вот это вот вся возня вокруг дом добывает такое что вот внимание до получает что как этот вы 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 больше говорить если я правильно понял прочитательский интерес если его и не возникает органично то автор и и не знаете у нас вот лирии лиги поднят не приятная черта в этом книжном рынке а он как бы начать интерес вообще не ориентируется то есть никак идти вот механизмы интереса к автору мы его издания не коррелируют вообще то есть это кажется только что вот если автор какой-то имеет спрос, его раскупили тираж. Ну, какой первичный тираж у автора? Ну, 200 штук, 300. Поэтому не коррелирует здесь. Здесь издают вот такими тысячными тиражами людей, которые как-то угождают, ну, вкусом издателей. То есть, это кажется политически важным, выгодным. То есть, это какой-то сигнал Запада о том, что у нас есть там какой-то свободомыслие, вот, скажем, это многочисленное вот обильное, скажем, поднятие темы, скажем, сексуальных меньшинств, ненависти к Отечеству. Это же важно, да, вот поднять. Мы же должны понимать, что мы современные люди, что мы действительно ненавидим страну, в которой родились, и поэтому мы все ориентированы соответствующим образом, да. Просто чисто потому, что мы ненавидим ее очень хорошо и профессионально. Поэтому это будет какой-то сигнал, чтобы там перевели на немецкий, английский, французский, испанский, и мы тогда будем иметь какую-то устойчивую связь с ними. Вот это единственные механизмы. Ну вот в издательствах, я же некоторое время проработала, да, в Эксмо, и как раз совсем сейчас другая история, то есть стараются издавать те книги, которые заведомо купят, то есть это те люди, которых читают, уже у них есть своя аудитория, да, пусть она виртуальная, да, в соцсетях, это может быть известный какой-то человек, он даже может быть не совсем писатель, да, это может быть актер, да, но вот все знают, что его книга будет востребована, и тогда ее издают. А как раз вот часто хороших писателей, действительно, да, ну, из-за того, что, ну, может быть, их не так хорошо знают, да, у них нет такой огромной аудитории, они не такие публичные, вот, их, конечно, издают нам более скромными тиражами. Да, и это тоже есть. Вот какими качествами профессиональный литератор должен обладать? Профессиональный литератор — это как раз тот, кто зарабатывает этим деньги, да? Этого достаточно, да? Ну, это просто, насколько я знаю, да, значит, это его профессия, да, он живет за счет того, что издает свои книги. У нас, ну, есть профессиональный литератор, не знаю кто, Пелевин, да, там, Петрушевская, какими качествами должен обладать этот человек, да, то есть он должен... Работоспособностью, в общем-то. Наверное, да, наверное, работоспособностью, ну, понятно, что ему до того, чтобы, вот, выйти на такой, как бы, уровень, на рынок, да, вот этот вот, нужно было действительно приложить какие-то усилия и так далее. Ну, есть... Продать душу, например. Нет, но... Сейчас мы расскажете про технологию, потому что не все знают. Ну, то есть, конечно, это вот, если мы говорим и на профессиональных писателях, потому что человек может быть очень хорошим писателем, да, но, в общем, он, ну, не может так в какие-то сроки укладываться, например, да. Срыв сроков, по идее, может тоже похоронить писателя. Конечно. Я попробовал, кстати говоря, с подачи моего студента стать профессиональным этим самым писателем. Мне заказали книжку издательства «Проспект», замечательный, оно в основном издает юридическую литературу. Говорит, Сергей, а вы можете написать книжку в 250-300 страниц о гражданском браке? Конечно, могу, сказал я. И так как я был безработный в то время, я написал эту книжку месяца, наверное, за два. Я скомпилировал. Срок получился? Да, абсолютно в срок, там, два с половиной месяца далее, через два месяца она уже не уже была. Это было первое появление в мире профессиональной литературы, оно уже последнее. Вот, значит, мне была заплачена сумма, которая составляла, ну, чуть меньше средней зарплаты в Москве за вот эти два с половиной месяца работы. Я понял, что овчинка не стоит выделки абсолютно, потому что я-то сидел почти три месяца, да? Понимаете? А вы рассказываете во время обучения, что овчинка не стоит выделки? Да. Или говорите, нет, это все-таки очень важно сказать свое слово и высказывание сформулировать, отдать его миру, нет? Ну, у меня нет таких проблем, потому что ко мне приходят люди уже, в общем-то, без таких иллюзий. Это не студенты, да, там, 17-летние, это взрослые абсолютно люди. Они, в принципе, понимают, чего они хотят, да, чего им надо. Время от времени сталкиваюсь с людьми, которые отучились в литературе, да, но часто бывает так, что вот, как Сережа сказал, выходит человек, заканчивает литературе, литературе, и он, ну, многие просто перестают писать. И вот мне задают время от времени такой вопрос. Они это делают, потому что вот их переучили, как бы, да, вот слишком много, не нужно было этого всего там филфака, да, на литературе, институте. Я считаю, что нужно, что это все может быть очень полезно. А мне кажется, что может как раз кому-то, вот мы начинали, да, с вот этой чувствительности и ранимости, что кому-то может навредить вот такая традиция обращать внимание на как бы проколы, недостатки, да, вот какие-то слабые места текстов, потому что, вот по моему опыту, да, психика так устроена, что все-таки подкрепление каких-то удач, да, действует. Если мы хотим, действительно, чтобы человек научился чему-то, то вот лучше его хвалить за то, что ему удалось, да, чем ругать его за то, что он не смог сделать. И вы знаете, Надя, когда я ободряю, я нахожу для этого поистине удивительные средства. Это требует гораздо большего и сердца, и ума. Вот представьте себе дурацкую совершенно подборку, там, ну, где какие-то там резвые облака, там, белогривые какие-нибудь там, бегут, 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 бегут. И я вдруг нахожу там строку, которая, ну, поразительно, онтологична. И я тогда вот просто как не физио, а психотерапевт, настоятельно, подаваясь весь вперед, смотря в глаза так, как будто я хочу глазами выпить эти, вытянуть эти глаза из черепа другого, в общем-то, существа, я говорю, вы обладаете поразительной глубины даром, совершенно без улыбки и без иронии. Эта строка стоит тысяч строк, вы просто этого не понимаете, вы написали ее случайно, вы даже понятия не имеете, какой она глубины, какого она веса. Как вам это удалось? Вам что-то нашептано. Кем? Я не знаю, никто не скажет вам никогда. Но это нашептано с таких высот, о которых вы понятия не имеете. Если вы чаще будете слушать, даже не слушать, может быть, но если вы хотя бы еще один раз попадете в такую ситуацию, вы станете великим. И у человека в эту секунду рождается ощущение, что он может сдвинуть гору своей верой. И уже вторая подборка совершенно другая. Сереж, ну вот понимая это, видя это, осознавая, каким вообще сугестивным потенциалом обладают слова педагога, учителя, как вообще может подняться рука, язык и все остальное? Не это сказать, а человека убить тем, что он что-то не так делает. А, и нельзя. Нельзя, конечно. Нельзя. Недавно задавали вопрос где-то в соцсетях, можно ли сказать человеку в лицо, что он прислал текст, что он плох. Я расписал семь пунктов, с обоснованием, почему этого делать нельзя ни в коем случае. Потому что это, во-первых, это рана, она не то, что может не зажить никогда, она может убить, действительно. То есть человек может не стать физически. Это в редких случаях, но это бывает. Во-вторых, надо обойти так этот вопрос, выделив какие-то положительные моменты. То есть профессионал никогда не станет говорить, что вы дрянь. А вы видели ли вы какие-то истории, наблюдали ли вы за людьми, которые приходили учиться или на курсы, или в рамках семинара были у вас, которые поменялись кардинально, потому что они что-то поняли про себя такое, благодаря словам, которые вылились на лист. Вот наблюдали ли вы это, часто ли это происходит? Я постоянно наблюдаю. Означает ли это, что родился писатель? Или это может быть просто такой трансформационный переход, и это был инструмент, который нужно тут и оставить? У меня на курсах, да, я вот не знаю, насколько я могу апеллировать к каким-то другим, я могу говорить о том, что происходит у меня. Конечно, очень важно, чтобы человек именно свой голос нашел, как-то раскрылся, вошел с собой в контакт более плотный. И люди действительно видят, что у них получается, что они отличаются. Это не подражание, да, много, конечно, есть того, чему мы учимся у других, да, и так далее, это все очень важно, но вот человек все равно как-то ищет то исключительное, да, чем он является, да. И я не знаю, что это может означать. Я вижу этих людей, да, там месяц, потом, если у нас есть продолжение, еще месяц, да, это все равно это процесс, да. Человек не может найти себя и остановиться, да, он находится в поиске, мы все, мы все в поиске находимся, да, и поэтому, в общем, это, ну, просто это, мне кажется, хорошо, да, когда это получается. Когда приходят люди, которые не занимаются, когда они приходят, не все профессионально пишут, или не все пишут много, не все просто пишут вообще. Да, все праздные делают, да, кто-то не пишет, кто-то хочет попробовать. Есть ли такие истории, когда человек говорит, все, я понял, айти, я не буду больше этим заниматься, акции, облигации совершенно мне не подходят, вот, буду писать. Ну, чтобы все отбросить, такого я не припомню, да, но многие говорят, да, вот у меня выросли крылья, я чувствую, что это мое, я буду этим заниматься, но этим занимаются вот как бы... В дополнение к основной работе. Конечно, конечно. Время в дополнительное, да, а у вас как? Ну, к сожалению, Литературный институт, это обломок великой системы, которая была создана Алексеем Максимовичем Горьким, собственно, его имя мы и носим с 1933-го, там, по-моему, года. Система-то в чем была? В том, что люди, которые в огромной стране умели и хотели писать, они отбирались, потом их принимали в Совет Писателей сразу же. Они шли вот в этой системе, они жили в ней, там, да, была, говорят, по рассказам, райская жизнь. То есть советские писатели, вот с этой коркой Союза писателей СССР, он мог не работать. То есть он мог не работать вообще. То есть это был рай, коммунизм, то есть он мог жить на казенные средства, получая зарплату, не просто зарплату, содержание, да, потому что раз в 2-3 года он одалживал там какой-то книгой, да, которая издавалась там 100-тысячным тиражем, ее немедленно, значит, просто ультимативно распределяли по всем библиотекам Советского Союза, да, и он имел какой-то там авторский гонорар, неслыханный машину, квартиру, дачу и так далее. Правда, это все отбирали, если у него отбирали эту корку, да, за непристойное поведение. Вот, ну, как-то все вот старались держаться в этих рамках, это была система. А теперь мы формируем что? Кого? Этот вопрос ведь неуклонно, он неотступно стоит перед вообще всей системой образовательной. Вот упускается поэт, ну, ведь разве он нужен рынку? Да так ститесь. А что делать вот этим людям? Идти в копирайтеры? Так на копирайтеры учат, причем учат очень удачно, причем есть нормальные, да, вот кафедры там, да, ну, не копирайтинга, но хотя бы там какого-нибудь, то есть, когда мы видим вакансии, там, нам нужны продающие тексты, да, то есть, элит институт учит прямо противоположному, то есть, наши тексты, они не продающие, то есть, они душу не продают, они говорят, что душа — это суверенное государство, которое вообще не подлежит продаже, не дьяволу, там, даже вообще никому, то есть, честь никому, вот как на орденах старых русских писали, честь никому, вот душа не продается. Как же можно отдать вот рынку самые сокровенные, но здесь нужно быть холодным, циничным, бессовестным совершенно человеком, который бы резко попер бы, ну, скажем, пародийный или телевизионный, или какой-нибудь иной линии, да, почему бы нет, кто-то становится ведущим не потому, что у него нет совести, а просто потому, что у человека это получается, но это к писательству не имеет никакого отношения, поэтому с рынком Лит Институт не сойдется никогда, те, кто приходят туда учиться, там, какому-то мастерству копирайтинга или чего-то такого продающих текстов, они, эти люди, наверное, просто обречены, просто потому, что технология совершенно другая. Вот. Друзья, мы поговорили про литературные конкурсы и курсы писательского мастерства и о том, в чем их польза. И, наверное, самый простой вывод здесь такой, чтобы понять, в чем их польза, надо пойти и попробовать, если есть такое желание. Поэтому не стесняйтесь, поступайте в литературный институт, приходите на курсы писательского мастерства. Это была литературная дуэль, в которой участвовали поэты и главный редактор международного детского и юношеского литературного конкурса «Лето Господне», доцент литературного института имени Горького Сергей Арутюнов и поэт-празаик-артерапевт, кандидат филологических наук Надя Делаланд. И, как всегда, в финале дуэли я вас попрошу буквально одно-два предложения, все, что вы хотели бы сказать тем, кто, может быть, сейчас задумался о том, что пора или, может быть, когда-нибудь нужно дойти до литературных курсов или хотя бы просто сесть и что-то написать. Я считаю, что необязательно приходить на литературные курсы, можно просто самим читать современных поэтов и прозаиков, потому что, наверное, в школе мы какую-то часть классической литературы освоили, хорошо бы читать современную. Наверное, хорошо бы читать что-то о том, как это сделано, если вы сами пишете. И хорошо бы побольше писать, потому что практика тоже что-то дает. Вот у вас получается, пишите. Если захочется, то, конечно, можно еще к кому-то обратиться, послушать. Но мне кажется, человек должен всегда помнить, что последнее слово за ним, и что надо, конечно, слушать разные точки зрения, но самому решать о себе и никогда не принимать. Если вам кто-то говорит, что вы что-то делаете плохо, мы можем и ошибаться, нам может казаться, что он не так делает, но мы люди со своей какой-то субъективной точкой зрения. Продолжайте делать то, что вам нравится, если вам это нравится. Опирайтесь только на себя. Господа, если вы избираете для себя словесность, вы избираете самую душу страны. Что никто лучше поэтов, никто не скажет лучше о том, что есть человек и душа человеческая. Это душа России. Если вы хотите быть причастными к этому, конечно, нужно идти и учиться. Поэзия – это самый, наверное, горький хлеб сейчас. Самый горький. Потому что за нее никто не платит, она никому не нужна, она не продается, и бог с ним. Пройдет и это. И когда-нибудь все это будет оценено. Оправдан будет каждый шаг. Я верю в это. Если бы не верил, я бы, наверное, покончил с собой. Есть люди в каждом поколении, которым нравится есть горький хлеб. Они любят горький хлеб, и ничто их не отводит от него. Им говорят, но ведь рядом лежат пряники какие-то, да, пирожки. Попробуйте их. Они говорят, нет, только горький хлеб, потому что кова моя высота. Я поэт. Не отвадите. И жизнь кладут и гибнут для того, чтобы есть горький хлеб. Поэтому этих людей я уважаю больше всего в жизни. Так уж пришлось. Надя, мой поклон. Спасибо большое, друзья. Увидимся на литературной дуэли. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...